Добрый ташкентский день всем, дорогие друзья, подписчики мои любимые, гости канала. Ну что, рубрика «Ташкент. Дом вашего детства» продолжается. И сейчас я по просьбе нашей подписчицы Соединенных Штатов Жанны Галибовой хочу показать, где она проживала, где прошло ее детство, юность и где в 25-летнем возрасте они уехали в Соединенные Штаты. Мы находимся сейчас на Челназаре, 6-й квартал. Я на улице Катартал. И хочу вам показать, как выглядит сейчас ее двор, что изменилось. И давайте послушаем ее голосовое сообщение, чтобы она хотела увидеть. И, конечно, мы выполним эту просьбу. Очень часто вспоминаю Ташкент, где выросла. Уехали из Ташкента, из страны, когда мне было 25 лет. Вот и считайте, что все детство и юность прошла там. Жила я на 6-м квартале, недалеко от Ташсовета кинотеатра. По-моему, он еще стоит. В школу мы ходили в 182-ю имени Матросова. Прямо за домом. Между домом и школой был детский сад. По-моему, я тоже в нем туда ходила, когда была маленькой. Но не помню. Только помню, что мы всегда проходили мимо. Около школы была большая площадка, где мы бегали на физкультуре или играли в баскетбол. Катались на велосипеде. А в этом детском саду росли яблони. Мы всегда туда бегали срывать яблоки. Зеленые. В школе я поручилась до 8-го класса. Потом поступила в медицинское училище имени Боровского. Очень часто вспоминаю эти места. Также вспоминаю музыкальную школу, куда я ходила почти каждый день в течение 7 лет. Сначала родители водили, а потом сами ходили пешком. Через дома, через дорогу. По пути была речка с мостиком. Из школы в окон всегда слышно было классическую музыку, как дети играли на пиано. Или скрипки, аккордеон. Все это в прошлом. Ну что, Жанна, 15-й дом. Мы в вашем дворе. Когда я закончила училище Боровского, я работала в 15-й горбольнице. Тоже много было связано с этим. Хотелось бы увидеть все это, но не знаю, когда я попаду в Ташкент опять. Вот так выглядит сейчас ваш двор. Очень зелено, аккуратно. Спасибо нашим ребятам, кто это записывает. Они молодцы. Сказали, шестой подъезд. Да, есть хорошие воспоминания у Жанны. Здесь в детстве они в этом дворе играли. Соседи вешали белье. На площадке. Вот. Шестой подъезд. Шестой подъезд. Я заходить не буду, потому что он закрыт. Вы узнаете свои окна. Вот так выглядит сейчас двор. Это шестнадцатый дом. Мы тоже пройдем мимо него. И выйдем на детский садик. Такой аккуратный гор. Детский садик находился прямо за домом, вы говорили, да? Скорее всего, это он. Слышно детвора. Разноцветный забор. Да. Это ваш садик. Имени Матросова, да, он раньше назывался. Давайте я посмотрю сейчас, как называется вход с правой стороны. Кополак. 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 Да. 267-й садик. Еще раз. Задняя, задняя сторона шестнадцатого дома. Ваш садик, да, Жан? Вот так выглядит шестнадцатый дом. Напишите в комментариях, что поменялось за время вашего отсутствия. И вот пятнадцатый дом. Я постараюсь снять медленно, чтобы увидели все свои окна. Да, вот так. Задний вход. Детский садик. Вот ваш дом. Ну, а мы выдвигаемся. 182-ю школу. ant touна. That's very, the, the street on your cross. 20-ю правой. О, а вот это. Да. masters. Это. Детский садик. Нет. Да. Да. Судя по большому количеству учеников, она тоже находится рядом, 182 школа, давайте зайдем, я сниму только фасад Да, очень удобно, у вас дом получается за забором, сразу школа Вот ваша родная школа Ухоженная, чистая, аккуратная Подойдем чуть поближе Старинное здание, кирпичное, четырехэтажное Здесь футбольное поле, оно, я так понимаю, новое, с искусственным газоном Мы в вашей школе Детишки играют в футбол Что изменилось, напишите в комментариях, Жан, очень интересно, хорошо? Также я хотел пройти до музыкальной школы, где также вы учились Она находится на третьем квартале Челанзар и мы сейчас туда проедем Там была еще речка, о которой вы указали, где проходили по мостику Сейчас мы постараемся найти этот мостик, речку и саму школу ПЛОЧНОСТИКА СПОНОСТИКА КИНЕЦ очень зеленая местность здание практически не видно вот фасад здания школы напротив находится онкогемиотология выше школы что интересно здесь две школы и рядом с 182 находится 178 школа она более современная построена чуть позже единственный вопрос почему они соседствуют прямо обе рядом друг с другом булочная маркет был ли этот магазинчик когда вы проживали здесь неизвестно вы напишите но мы потихоньку будем продвигаться вглубь квартала и будем выезжать в сторону музыкальной школы так проходим мимо девятого дома не обратите внимание здесь идет уже не асфальт каменная плитка я объясню почему видите весь двор заложен брусчаткой такой наверное вот этих домов вы точно не знаете это совсем недавние постройки от murad building green city называется городочек здесь три или четыре дома в таком стиле молодцы очень хорошо построили не срубив ни одного дерева то есть умудрились поставить дома и ни одно дерево не было срублено вот такие новые новостройки green city есть своя стоянка и поэтому вокруг этого городка ребята выложили брусчатку ближе лежащие дворы 10 дом выглядит вот так очень аккуратно тоже белье на вешалке как всегда все по-домашнему детишки могут спокойно здесь кататься на детской площадке она деревянная безопасная да это все ваши любимые места я так понимаю же отдельная стояночка крытая сейчас где-то лет 10-15 ташкенте начали убирать гаражи и предлагать построить вот такие навесы аккуратные мусорка всегда у нас огорожена всегда чистая мы идем дальше клиника star med частная клиника внутри квартала расположена скорее всего шестьдесят восьмой шестьдесят девятый дом это новые относительно новые то есть построены уже наверно после независимости после девяносто первого года вот такая парковая зона смотрите щенар вот эти дворы 90-х годах достроили эти дома вот такая красота протекает канал да ну а мы идем дальше здесь еще один детский садик огороженный кто знает номер напишите может быть кто-то сюда ходил тоже из подписчиков мы на шестом квартале челанзар напоминаю по просьбе нашего подписчика жанна соединенных штатов я показываю ее родные места ее двор дом школа детский садик и мы направляемся музыкальную школу переезжаем на 3 квартал челанзар жанна мы на третьем квартале челанзар я направляюсь ваша музыкальная школа через дворы третьего квартала семнадцатый дом у нас с правой стороны также дорогие друзья кто-то может быть здесь проживал может быть вы увидите свои родные дворы дома тоже вам я все показываю сейчас это выглядит так очень аккуратно чисто кто-то может быть жил в этих домах напишите пожалуйста пятнадцатый дом шестнадцатый вот так зелено в ташкентских дворах тихо и уютно мы подходим к четырнадцатому дому там третьего квартала челанзар вы говорили что ходили через речку ну что ж речка довольно таки облагорожена сейчас смотрите узнаете вот так сейчас это все сделано красиво аккуратно с парабетами чтобы никто не свалился ну что мы спускаемся здравствуйте вы не подскажете музыкальная школа в какой стороне а вот она стоит вот это угловая с левой стороны да спасибо большое ну что вот и музыкальная школа ваша стадион работает трактор что-то копают а вот и ваша родная музыкальная школа шестьдесят восьмой дом соседствует с ней узнаете жан вот так сейчас выглядит музыкальная школа давайте обойдем ее со стороны тоже там есть еще один вход и вон центральный да я не в тот вход зашел шестьдесят седьмой дом вот она пятнадцатая детская музыкальная школа веное мы еше Because of the и а 0 чет У нас еще осталось место работы, а также место еще одной учебы. Это медицинский колледж имени Боровского, ну а также 15-я горбольница на Новомосковской. Что ж, поехали? Покажу и эти места. Еще раз покажу вам, как облагородили этот канал. Речку смотрите, есть уютный скамейки со спинками, есть уличное освещение. Можете спокойно сюда приходить и отдыхать 7 дней. Здорово. Все очень аккуратно. Через эту, да, Жантовую речку проходили, когда шли в музыкальную школу? Скорее всего, да. Через нее. Так аккуратно сбудет семья. Такой уютный двор. Дом. Так красиво. Смотрите, сделали первый этаж. С беседкой. Это 17-й, 16-й, 18-й дома 3-го квартала. С правой стороны музыкальная школа, футбольное поле. Ну и, наверное, вот это одна из басмачек, да? Басмач-гора на Инсаваде. Помните? У нас тоже была такая. Ну вот здесь тоже ее огородили. Вот по ней не полазишь. Ну, наверное, дети советских времен, наверное, только здесь и бегали. Да. Напротив этой басмачки детский садик. Если я не ошибаюсь, 291-й. Да, точно. Ну что, мы выдвигаемся в сторону Боровского, а также 15-й горбольницы, Жан. Покажу вам ваши места учебы и ваше место работы. Ну что, мы на перекрестке Айбека по улице Шота Руставели едем в сторону Боровского. Сейчас мы будем проезжать транспортный институт. И мне, честно говоря, тоже интересно посмотреть медицинский колледж Боровского. Раньше он был училищем медицинским, потому что в свое время я его тоже заканчивал с 91-го по 94-й год на факультете лечебного дела. У нас была группа из ребят. 22 человека, да, в нашей группе было. Была создана такая группа, где в основном были ребята. Музей искусств на месте. Такие ребята у нас ездят тут. Так, ну что, едем дальше. Алиционный институт был с левой стороны, помните, сейчас Вестминстерский. Ну, Жанна, честно говоря, не знаю, вы, наверное, поразитесь, как эта улица поменялась. Смотрите, сколько новостроек. Медицинского училища практически не видно. Более того, его уже нет. Я, честно говоря, сам не знал. Вот здесь, на этом месте, он должен был быть. Колледж. Его нет. Здание еще старенькое, вон там осталось, под номером 8. Вот здесь раньше была стройка, сейчас гостиница Миран. А вот здесь была был колледж. Сейчас я припаркуюсь и спрошу еще у ребят. Ребят, здравствуйте. Раньше здесь был Боровского колледж, да? Медицинский, да? Сейчас его все уже нету, получается? Сейчас, я не знаю, мы не спиданок, ага. А у кого у меня, если так можно спросить? Кто здесь? Да, вот, смотрите, получается так. Нет, колледжа нету. Есть новостройка. А здесь гостиница Миран. Здравствуйте. Вот там паспорт тоже. Да, Жан, ну смотрите, я, честно говоря, сам в шоке немножко, потому что вот здесь был медицинский колледж Боровского, да. А сейчас здесь будет, видите, стройка большая. Это, как сказали сейчас ребята, кто здесь вот строительный, они интеринженеринг, получается, компания строит. Здесь будет международная клиника, да? Международная клиника? Так вот? Больница? Международный медицинский центр. Международный медицинский центр на этом месте. Ну, в принципе, тема медицины, она осталась, только здание поменялось. Да, ну все, хорошо. Ладно, ребят, спасибо большое. Я сам в шоке. Да? Я давно здесь не приезжал, поэтому думал, что колледж у нас еще на месте. Оказывается, нет. Ну, а мы едем в сторону 15-й горбольницы. Она на месте, Жан, да. Она так же, все, на Новомосковской. Да, здесь я не проеду. Ну, все, там увидимся. 15-й горбольницы. Да, это кардиологический центр сейчас. Уже сделали ремонт. Вот так он выглядит. А, здесь, как всегда, зелена. Такая проходная. Ну, вот место вашей работы. Тоже все чисто, аккуратно. Брусчатка. Вот кардиологический центр, получается. Центральный вход. Такой фонтанчик. Такие аллейки, скамейки, беседки. Ну, на улице Новомосковской. Вот так сейчас выглядит центр кардиологии. Давайте выйдем на улицу. Еще раз покажу. Ну что, не узнать, да, практически? Новомосковской. Эти дома вы точно не застали. Это совсем новые. Да. Вот так выглядит сейчас перекресток. Цветы на той стороне. Также продают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова